По мнению исследователей, эта война богов произошла примерно 10-12 тысяч лет назад. Некоторые образцы оружия богов были сохранены египетскими жрецами в течение тысячелетий. Они были укрыты от посторонних в недрах пирамид. Но все изменилось, когда началась эпоха легендарного Моисея. Так вот, историческая личность Моисей, мы прекрасно знаем, он рос в Египте. И он вывел свой народ из Египта. Ну, конечно, он не мог не вывести оттуда и часть египетской культуры. Судя по всему, Моисей вынес из Египта не только знания, но также некоторые загадочные артефакты, которые тысячелетия хранили жрецы в сокровищницах храмов и пирамид, как оружие богов. Среди этих предметов и был лазер, которым были выжжены тексты на скрижальных заветах. Однако большинство вынесенных из Египта артефактов были не самостоятельными аппаратами, а своеобразными деталями или агрегатами, которые нуждались в особом устройстве, помогающем бы им правильно функционировать. Возможно, таким прибором и был легендарный Ковчег Завета. Моисея и его брата Аарона позвали на Святую Гору, и якобы Господь пояснил Моисею, как ему следует строить Ковчег Завета. Он детально сообщил длину, ширину и высоту Ковчега, сказал, какие материалы использовать. И в Библии говорится, что Господь велел Моисею, сделай его таким, каким ты его видишь. То есть там был оригинал, а Моисей изготовил копию. В Писании содержится совершенно определенное указание на то, что была нарушена техника безопасности. Значит, некий древний иудей по имени Оза позволил себе коснуться колесницы, на которой везли Ковчег Завета. Причем он сделал это с благим намерением, поскольку быки тогда наклонили колесницу, и она могла опрокинуться. Но Бог даже это не учел, не простил его и поразил. Этот аппарат у них однажды сломался, и, значит, люди его чинили. Причем те, кто его чинили, сказали, что все остальные должны отойти подальше, иначе будет плохо. Значит, в переводе на технический язык, видимо, значит, с этого аппарата сняли какую-то броню, какую-то защиту. Но если возвращаться опять к тому же, значит, предположим, что это был ядерный реактор, с него сняли свинцовые стенки внешние, соответственно. И люди полезли, значит, отремонтировать. Они отремонтировали, но после этого долго болели. Но зачем иудеям нужно было столько энергии? Передвигались они пешком или на верблюдах. С наступлением темноты укладывались спать. Для бытовых нужд им вполне хватало и факелов. Хотя чем же они питались 40 лет в бесплодной пустыне? Исследователи считают, что у них был еще один агрегат. Машина Манны, которая работала благодаря Ковчегу Завета. Он давал энергию для какого-то агрегата, который вырабатывал нечто, что в Библии называется Манной Небесной. То есть некий концентрат, который позволял людям 40 лет не только не заболеть, не только не умереть с голодом, но и не заболеть. То есть в нем было все. Были микроэлементы, были витамины, было достаточно питательных веществ, белков и жиров и так далее. То есть сбалансированный такой концентрат, пригодный для, скажем, для путешественников, для космонавтов, которые летят в долговременную экспедицию. В священной книге Сефер Хазогар, входящей в учение Кабалы, есть детальное описание устройства, названного идол Бафомет. Ученые попытались восстановить его облик и пришли к одинаковому выводу. Бафомет являлся гидропонной фабрикой для выращивания питательных водорослей. Потом их варили как кашу или пекли как хлеб. Нечто подобное сегодня разработало для космонавтов. Машина Манны требовала профилактики и, по-видимому, разбиралась и чистилась каждую субботу. Отсюда, вероятно, пошла традиция шамана. Еще один загадочный артефакт. Посох Моисея, который можно расценивать как оружие или силовой манипулятор. С его помощью пророк раздвинул воды моря и продержал достаточно долго, чтобы все перешли на другой берег. Благодаря этому посоху треснула скала, чтобы горный ручей изменил свое русло. Каким образом это могло произойти, если разбираться просто чисто технически. Этот посох у него представляет собой некий разрядник. То есть сначала накопитель энергии, значит, энергии откуда он мог черпать? Ну, скажем, из солнечного света. Постепенно накапливать, накапливать. Накопился до определенного разряда, он нажал там кнопочку или стукнул, значит, этим посохом по той же скале, произошел разряд. Но если Моисей действительно владел высокотехнологичными артефактами, то где их искать? Дальнейшая судьба Ковчега Завета – туман. Но швейцарский исследователь Эрих фон Деникен нашел в древних текстах намек на его местонахождение. Последним его обладателем из иудейских царей был Соломон. Исторически подтверждено, что у него была связь с царицей Савской. И от нее родился сын – Байнелекхем или Менелеким. Когда он вырос, то явился к отцу и потребовал отдать ему реликвию. Соломон отказал. И тогда Менелеким изготовил копию Ковчега Завета, а подлинник украл и ужас. Сын царя Соломона и царицы Савской стал основателем эфиопского государства. Ковчег Завета был техническим устройством. Сегодня то, что осталось от Ковчега, хранится в церкви Святой Девы Марии Сионской в эфиопском городке Аксум. Я был в этой церкви, хотел спуститься туда, где он хранится, но освященник сказал, что не может разрешить мне этого. Я говорю, ну там внизу Ковчег Завета. А он, да, ну и что? То есть он не оспаривает то, что в его церкви хранится Ковчег Завета, но увидеть его нельзя. Коллега Эрика фон Деникина, немецкий писатель, известный исследователь тайны истории Петер Фибок, считает, что в Эфиопии, скорее всего, хранится копия Ковчега. А сам ветхозаветный артефакт следует искать за тысячи километров от земли обетованной. В 18 веке в Канаде на одном острове была обнаружена странная шахта. На входе в шахту было начертано что-то вроде тайного знака. Шахту обнаружил один молодой человек, который позже вновь приплыл на остров на своем судне, на сей раз вместе с друзьями, и они приступили к раскопкам. Эта история до сих пор не закончена. Эта шахта уходит все глубже и глубже. Согласно историческим хроникам, этот остров не раз посещали пираты, поэтому было логично предположить, что в потаенной шахте спрятаны сокровища. Первым искателям приключений удалось еще в 1805 году погрузиться на глубину 30 метров, где был найден таинственный камень, который перекрывал ход дальше. При помощи специальных лебедок исследователи подняли этот камень, и тут же произошла катастрофа. Шахта с огромной скоростью стала наполняться водой. Через некоторое время воду откачали. Исследователи спустились на новый ярус шахты, но когда попытались проникнуть ниже, вода вновь ринулась в подземный туннель. Получается, что кто-то проделал титаническую работу, чтобы создать эту систему шахт, так, чтобы их в определенном порядке постоянно заполняла вода. Если эту систему правильным образом не регулировать, все рушится. Кто мог подобное сделать многие сотни тысячи лет назад? Это первый вопрос. Второй вопрос. Чем заканчиваются эти шахты? Современные исследования показали, что на острове Оукайленд существует целая система сложнейших подземных сооружений, которые защищены своеобразной системой безопасности. В случае несанкционированного вторжения они заполняются водой. Очевидно, что такую сложную гидравлическую систему было бы не под силу организовать пиратам. Существует одно свидетельство, подкрепленное неким письменным документом. Первооткрывателем Америки еще до Колумба в 14-15 веке был Синклер. Он сделал это на основании древних карт, восходящих еще ко временам викингов. Действительно, на берегу были найдены вещи, свидетельства пребывания там представителей Британии еще в 14 веке. Возможно, они привезли с собой эти предметы. О том, что подземные строения на острове Оук-Айленд могли быть также связаны с таинственным орденом тамплиеров, говорят и загадочные знаки на камне, найденном в шахте. Пока этот текст не удалось расшифровать. Но некоторые изображения на этом загадочном монолите, а именно треугольники, перечеркнутые круги и символы, похожие на еврейскую букву Алиф, встречаются в тайных оккультных текстах, которые приписываются тамплиерам. Наверное, тамплиер – это самый загадочный из орденов, созданных в свое время католической церкви. В частности, то, что орден, созданный первоначально из девяти человек, имел задачу способствовать безопасности паломников. Ну вот представьте себе, огромные территории, целые солмища враждебных сарацин и девять человек. То есть совершенно уже очевидно, что какая-то завеса. Что-то другое. Король Бодуэн I, король Иерусалима, отвел для них интересное место для их резиденции. То есть то место, где прежде стоял храм Соломона. Петр Фибок считает, что тамплиерам во время раскопок на территории современного Израиля удалось сделать ряд бесценных находок. Через несколько лет они, кажется, что-то нашли и вернулись обратно во Францию, где и был официально основан орден тамплиеров, который по сей день остается одной из самых таинственных организаций в мире. Известно, что у них есть некий идол, и у этого идола много схожего с машиной по производству манны. По крайней мере, описание очень схоже. Возможно, так же, что в Израиле тамплиеры нашли не ковчег, а либо деревянный футляр для машины по производству манны или реактора. Недавно на остров Лоук-Айленд было совершено несколько экспедиций. В одной из них участвовали ученые, которые провели радиоуглеродный анализ дерева, что применялось при строительстве шахты. Результаты исследований оказались просто ошеломляющими. И вдруг у нас оказались совершенно новые данные исследования возраста этой находки. Несколько миллиметров разницы в размере деревянных останков дают огромный разброс результатов. Этой системе может быть 3, 4, 7 тысяч лет. Есть даже одно предположение, что она находится в будущем. Такая разница в результатах может возникнуть лишь в одном случае, если объект был подвергнут воздействию радиоконтажа. Радиоактивного излучения Плутония. Наличие радиоактивного источника подтверждает гипотезу, что на дне шахты спрятаны таинственные артефакты. Новое подтверждение этой версии пришло, когда исследователям удалось изучить один из фрагментов шахты с помощью специального видеооборудования, которое использовалось для изучения подводных объектов. И здесь самое интересное. В начале 2000-х были пробурены отверстия для видеокамер и спущены в шахты камеры. Эта вода, она очень мутная, но несмотря на это, можно было различить трубы. Трубы и изогнутые поверхности как раз те характеристики, что Дейл и Сэ Сун считали необходимыми для машины производства манны. Трубы и изогнутые ёмкости, где конденсировалась жидкость. По версии немецкого исследователя, на дне этой загадочной шахты может храниться не только машина по производству манны, но и другие артефакты, которые в том числе могли применяться и как оружие. Чтобы найти эти предметы, требуется дорогостоящая экспедиция, которую пока не под силу организовать исследователям. Но сторонники гипотезы, что древние люди действительно могли иметь доступ к высокотехнологичному вооружению, считают, что нет необходимости искать эти артефакты под водой. Ведь следов применения оружия богов немалые на земле. И одно из таких мест руины древнеиндийского города Мохенджударо, который, по одной из версий, был уничтожен атомным взрывом. Многие археологи, которые занимались раскопками Мохенджудара, пришли к выводу, что если бы там было землетрясение, то, по логике, оно бы уничтожило весь город. А пострадал, как заключают ученые, и при раскопках это было видно, только центр города, окраины города остались практически нетронутыми. Но самое удивительное, что на многих десятках метров от эпицентра предполагаемого взрыва ученые обнаружили еще одно доказательство. Мельчайшие частицы оплавленных камней, разбросанные по поверхности вокруг вороны. Следы загадочного оплавления сохранили и стены домов. Этот камень оплавлен и представлял собой как бы даже стекло. То есть это был жар. Эти города были уничтожены жаром, который превосходил обычный костер. И тогда зародилась мысль о том, что это было результатом ядерного взрыва. Образцы оплавленного стекла из древнеиндийского города были отправлены в Римский университет и в лабораторию Национального Совета Исследований Италии. Согласно результатам анализов, оплавление камней произошло при температуре полторы тысячи градусов. Такая температура три с половиной тысячи лет назад могла быть получена лишь в горне-металлургической мастерской, но не на открытой территории. И метеорит с этим вряд ли бы справился. Но тогда что же породило этот огонь? Была гигантская разрушительная сила. И здесь совершенно логично, как полагают современные ученые, может идти речь о ядерном оружии. Или о том оружии, которое еще неизвестно земной цивилизации. Но оружие, обладающим такой же разрушительной силой, как и ядерное оружие. Достоверно известно, что тектитовые поля появились в Хиросиме и Нагасаке после взрывов ядерных бомб в 1945 году. Есть и другие примеры в новейшей истории. По крайней мере, сейчас мы знаем, что аналогом таких обширных оплавлений могут быть надземные ядерные взрывы, аналогами которых в настоящее время являются подобные следы на Симпалатинском полигоне, когда в 60-е годы испытывалось ядерное оружие, и аналогичные следы на полигонах Соединенных Штатов, когда существовала вот такая... когда две великих страны выясняли свой ядерный приоритет. Наконец, еще одна фантастическая находка из Махенджа-Даро. Казалось, должна была подтвердить атомную версию и навсегда поставить точку в спорах ученых. В окрестностях древнего города археологи нашли 44 скелета с повышенной радиацией. Одни останки были подробно исследованы. Выяснилось, что норма радиационного фона в костях древнего индийца была превышена в 50 раз. Этот скелет изучали. Он был подвергнут различным анализам, современным, с использованием аппаратуры, которая всегда в таких случаях используется. И показания аппаратуры установили, что действительно скелет найденного человека или существа, которое похоже на человека, был облучен. И уровень радиации не исчез за, казалось бы, такое количество лет, которое этот скелет провел в земле, пока его археологи не откопали. Однако официальная наука не спешила с выводами. Выдвигались версии о естественном заражении жителей. Оказывается, обитатели древнего города могли подхватить радиацию из окружающей среды. Но гипотеза о заражении радиации из воды или воздуха идет вразрез с фактом существования тектитов и общей картиной гибели города, жители которого умерли одномоментно, не успев даже покинуть свои дома. И самое главное, в районе Махенджо-Дару нет сколько-нибудь значимых залежей урана. Спрашивается, где человек тысячелетия назад мог добрать такой уровень реактивности. Человек набрал такую дозу только либо при воздействии ядерного оружия, либо при его эксплуатации, неудачно, что называется. Откуда в Индии до нашей эры могло взяться ядерное оружие? Кто им воспользовался и по каким причинам? Чтобы ответить на эти вопросы, один из исследователей загадки Махенджо-Дару Дэвид Девенпорт начал изучать древние индийские трактаты. Вскоре Девенпорт отметил сходство разрушения Махенджо-Дару с падением королевства Данда, которое описано в священной книге Ромаэне. Там написано, что город был разрушен богами по просьбе арийцев, управлявших территориями, где эти боги добывали полезные ископаемые. Махенджо-Дару арийцам не принадлежал, и боги согласились сравнять этот город с землей. Современные ученые, исследователи, историки, такие как Девенпорт, они как раз говорят о том, что боги могли быть самыми обыкновенными пришельцами, которые прилетели с другой планеты, и которым была выгодна дружба с арийцами. Они вмешались в эту ситуацию, выступили на стороне арийцев, и уничтожили Махенджо-Дару. Вот такая гипотеза есть. О применении так называемого оружия богов упоминает древнеиндийский эпос Ромаэна, в центре сюжета которого война между царем Рамой и демоном Раваной, который похитил царицу Ситу. Рама, когда хотел добраться до Раваны и поразить его, ему необходимо было построить мост между Индией и Цейлоном, островом Цейлон, и он для этого пытался найти способ построить мост, при этом у него в руках был, как описано, был лук, он натянул тетиву и хотел запустить стрелу в океан для того, чтобы осушить его. Однако, как повествует легенда, в этот момент из воды поднялся бог океана, который попросил Раму пощадить подводных жителей и предложил другой способ, как добраться до Цейлона, где демон Равана удерживал красавицу Ситу. Но, когда появился бог океана, сказал ему, что не надо этого делать, можно построить мост в данном месте, тогда Рама решил эту стрелу куда-то выпустить. Но, поскольку тетива уже была натянута, обратно, так сказать, откатить назад это оружие уже было невозможно, оно было запущено. Поэтому он развернулся, запустил стрелу в другое место и в том месте образовалась пустыня. Или какие-то там были горы, они разрушились. То есть, мы видим, что это не просто лук со стрелой, это какое-то совершенное оружие, которое позволяет оказывать вождействие на окружающий мир и причем с очень большими последствиями. Согласно преданиям, Рама отвернулся от океана и вместо того, чтобы пустить стрелу на юг, отправил ее на восток. Пролетев тысячи километров, стрела Рамы ударила землю в том месте, где сейчас находится пустыня Гопинь. По мнению исследователей, индийские легенды указывают на то, что эпицентр войны богов пришелся именно на пустыню Гопинь. Пустынные районы, как и районы пустыни Тар в Индии, или пустынные районы в Монголии и в Китае в районе пустыни Гопинь, очень мало изучены. Тем не менее, вот на сегодняшний день уже имеются определенные артефакты. Например, в районе пустыни Гоби английским исследователем были найдены останки гигантов. Гигантские кости, части скелета, черепа и так далее. К сожалению, никакой информации об этом нигде не прослеживается. Более того, в районе пустыни Гоби были обнаружены какие-то заброшенные либо лабиринты, либо какие-то пещеры, которые уходят далеко вглубь. В 1943 году ученый-палеонтолог Иван Ефремов пишет рассказ со странным названием Олгой Хорхой. Именно так монголы называли гигантского червяка из пустыни Гоби, который неожиданно появляется из-под земли и убивает человека на расстоянии. Рассказ был написан в жанре научной фантастики. Однако, как считают многие исследователи творчества писателя, Иван Ефремов считал, что этот Олгой Хорхой реально существовал. Многие свои научные гипотезы он был вынужден облекать в форму фантастики. Ведь прежде всего он был советский учетый, а не просто писатель. И мог потерять свою работу из-за слишком смелой по меркам научной цензуры гипотезы. Вот потому что просто об этом говорить вне литературы он не мог. Просто писать о каком-то черве, о каких-то мифах, ну как напишешь. Вот он облек это в литературную форму и имел шанс это сделать. Почему? Можно было опубликовать. Он этим воспользовался. Честь и хвала ему. Рассказ Олгой Хорхой повествует о советских ученых, которые направились в экспедицию в пустыню Гоби. Там они были атакованы гигантскими червями. И этот бой закончился трагедией для людей. Как считают монголы, встреча с этим червяком практически всегда заканчивается смертью человека. Олгой Хорхой это настоящая машина для убийства. Такие легенды существуют в Монголии. Вот этот червь он как бы убивает электрическим разрядом. И вот Ефремов описал, облек эти легенды, которые он слышал реально. Проводники его не хотели везти туда, где червь обитает. Как утверждают антропологи и фольклористы, легенда о таком монстре, как Олгой Хорхой, существует только среди жителей Монголии и соседних территорий. По мнению исследователей, червь, убивающая на расстоянии, мог возникнуть в результате мутации под воздействием радиации, оставшейся после ядерной бомбардировки. Один из сторонников версии, что на месте пустыни Гоби существовала высокоразвитая цивилизация, которая погибла во время войны богов, английский исследователь Джон Берроуз утверждает, что советские археологи сделали удивительное открытие. В середине прошлого века в районе пустыни Гоби были найдены странные полусферические объекты, сделанные, очевидно, из стекла и фанфора. Наверху этих удивительных артефактов находился конус с каплей ртути внутри. По версии Джона Берроуза это были навигационные приборы, которые применялись на особых летательных аппаратах, называемых виманами. Причем виманы могли изменять свою внешность, то есть они могли исчезать, они могли спускать бурю, они могли подниматься к звездам, поднимая до 100 человек, опускаться в глубины океана. И это было очень популярным средством в то время у богов и у героев описываемых событий. Такой же летающей колесницей обладал и властитель Ланки, который похитил супругу бога Рамы, везя ее на свою Ланку. Это было очень действительно популярное средство не только преддвижение, но и средство для ведения борьбы. Однако, как утверждают древнеиндийские эпосы, у богов имелись намного более мощные летательные аппараты, виманы. Помимо летательных аппаратов, таких как виман, были еще у древних индийцев или вот в древней цивилизации, которые описаны в древнеиндийских текстах, были еще летающие города. Так вот, в этих летающих городах по описанию находились не только деревья, какие-то сады, рощи, но и даже жили слоны. Поэтому там можно было путешествовать на слонах какое-то расстояние, там можно было спокойно находиться, спокойно жить. Были дворцы, в этих дворцах жили цари, там даже находилось какое-то определенное число воинов. Удивительно, но описание подобного гигантского города оставили не только анонимные индийские сказители, а человек, который известен каждому из нас. Знаменитый английский писатель Джонатан Свифт. В своем романе «Путешествие Гулливера» он описал летающий остров государства под названием Лапута, который перемещался в пространстве при помощи особого магнитного двигателя. Рассказ о летающем острове современники Свифта восприняли как политическую сатиру на английское общество того времени. Что касается Свифта, я практически уверен в том, что это не совсем сатира. Потому что Свифт описывает на самом деле некое реальное двигательное устройство, которое находится в основе этого летающего острова магнитное. Это то, о чем мы говорили иногда. То, о чем мы вспоминаем, когда говорим про летающие тарелки и так далее, эксперименты с электромагнетизмом, но в то время про это не говорили. Сейчас это на слуху. В принципе. Джонатан Свифт любил собирать байки и легенды, которые рассказывали его соотечественники путешественников. Во время дальних странствий по бескрайним просторам океана они не раз могли видеть в небе таинственные объекты. Но некоторые исследователи считают, что Свифт не просто пересказал чужой опыт встречи с аномальным объектом. И Свифт описывает летающие города как определенное устройство. косвенное свидетельство в пользу того, что это не чистая сатира, ну извините, да, это самый известный аспект этого произведения. Фобос и Деймос спутники Марса. То, что Свифт говорит о том, что астрономы Лапуты открыли два спутника Марса. Откуда мог об этом знать Свифт? Путешествие Гулливера было опубликовано в 1726 году, а спутники Марса Фобос и Деймос были впервые открыты только в 1877 что это удивительное совпадение или Свифт каким-то образом стал обладателем древнего знания, которое досталось от погибшей цивилизации. Пока нет ответа на этот вопрос, но в тексте написанном Свифтом явно указывается, что главная задача летающего острова была усмирять народ мифической страны, жители которой часто восставали против правящего диктатора. По приказу короля Лапуты остров зависал над мятежным городом и лишал его жителей солнца. Если подобная предупредительная мера не давала эффекта, то летающий остров опускался на землю своим металлическим основанием и не оставлял от города мятежников камня на камне. Странно, но подобные рассказы об уничтожении городов летающими островами есть и в индийском эпосе. В этих текстах существует также упоминание о других загадочных видах оружия. В разных писаниях можно найти упоминание о таких видах оружия, как, скажем, ну вот, оружие Нарайны, скажем, оно приводит к полному замораживанию. То есть, судя по описанию, фактически температура предметов, которые оказываются в рависе действия этого оружия, она стремится к абсолютному нулю. То есть, полное вымораживание происходит. Больше всего упоминаний об удивительных видах оружия содержит индийский эпос Махабхарата, который описывает войну между двумя царскими кланами Пандавами и Кауравами. В войне земных кланов приняли горячее участие боги, снабжая людей оружием. Согласно индийской мистической традиции, каждый вид оружия воздействует на ту или иную природную стихию и самой разрушительной является энергия огня. Упоминание о таком виде оружия, которое по сути дела также основывается на энергии огня, но очень напоминает по своему действию ядерное оружие. Оно называется в писаниях Брама Астра Брама Астра то есть по сути дела это ядерный взрыв по действию но он имеет управляемую природу. Практически во всех мифологиях мира есть упоминание о войне богов. Мы не знаем кем были эти боги пришельцами или землянами которые благодаря науке стали практически всесильными. Известно только одно каждая подобная битва означала гибель прежней цивилизации. Сейчас мы вновь практически сравнялись по могуществу с богами и судя по всему единственный шанс сохранить нашу цивилизацию это быть мудрее древних которые развязали войну при помощи оружия богов. Мусковит довольно редкий вид слюды. Археологи нашли его во время реставрационных работ в самой большой мексиканской пирамиде солнца. Семисантиметровый лист слюды лежал между двумя верхними уровнями пирамиды и явно был положен туда не случайно. Этот минерал был также найден в здании у подножия этой пирамиды. Строение так и назвали слюдяной храм. Под тяжелыми каменными плитами пола археологи обнаружили два массивных листа слюды. Они были вырезаны очень ровно и уложены в два слоя. Мало кому известно, но на территории Теотиоакана была найдена и целая камера из слюды. На стенах которой остались следы ртути. Казалось бы, при чем здесь ртуть? Возможно, при полетах на Виманах мезоамериканские усеченные пирамиды использовались как маяки и посадочные площадки, а также служили заправочными станциями. И это неоспоримое свидетельство существования процивилизации. Дальмены это древние мегалитические постройки. Они напоминают каменные домики, сложенные из гигантских плит. Вес каждый от 3 до 30 тонн. Плиты отшлифованы и идеально подобнаны друг к другу. Между ними не пройдет даже лезвие ножа. Внутри дольменов камеры, полностью изолированные от внешнего мира. А вход закрывает каменная пробка. Дольмены разбросаны вдоль побережья Черного моря и Адриатики. И это не случайность. Центральная точка, где, скажем так, было ядро потом становления цивилизации, стал Кавказ. Здесь были ее сакральные священные центры, скажем так, столицы, можно сказать, древнего государства. Замшилые плиты дольменов хранят немало тайн. И главное, их происхождение. Дольмены встречаются вблизи береговой линии, а в глубине материка их практически нет. Этот факт позволил сделать вывод. Строители дольменов были привязаны к морскому побережью. Надо признать, что мы не первые здесь на земле. Надо признать, что существовала до нас великолепная цивилизация какая-то, и что, видимо, та цивилизация ушла. Археологи доказали, что дольмены ровесники цивилизации атлантов, и скорее всего ими и построены. Цивилизация атлантов появилась на земле около 9 тысячелетий назад, а погибла, согласно свидетельствам древних историков, в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. И она была морской державой. Историки располагают Атлантиду на побережьях Средиземного и Черного морей. Удивительно, но именно в этих местах были построены дольмены. Дольмены старшие гибельских пирамиды, да, так как дольмены считаются более 4 тысячи лет в основном в наших группах, а пирамиды менее 4 тысячи лет возле. Известно, что атланты были гигантами. Их рост превышал 3, а иногда и 4 метра. Есть мнение, что это атланты, потомки атлантов, там и так далее. Но здесь нет научных обоснований. То есть должны, по идее, найти там скелеты крупных очень людей, которые там, как некоторые говорят, там 4, 5, 6 метров ростом. А около дольменов находят захоронение людей гигантского роста. При этом антропологи настаивают, что эти останки принадлежат виду Homo sapiens. В 80-х годах были найдены погребения около двух десятков человек ростом 2,5 метра у мужчин и 2 метра у женщин. А в 2011 году здесь же, на Кавказе, в пещере Мешока, найдено самое крупное на сегодняшний день захоронение людей-гигантов. Вокруг него обнаружено множество дольменов. Принято считать, что дольмены являются гробницами, но так ли это на самом деле? Археологи действительно находят в дольменах захоронения. В каждом дольмене трехъярусное захоронение есть, как бы в три эпохи. И, в общем-то, от трех до восьми костяков захороненных в каждом памятнике мегалитическом. И в других тоже в дольменных группах на территории Адыгеи Краснодарского края то же самое наблюдают. То есть, похоронная функция доказана, она самая не вызывает. Захоронения, найденные в дольменах, датируются вторым-третьим веком нашей эры. А значит, хоронить в дольменах начали через две тысячи лет после постройки. И это была уже совершенно другая цивилизация. Скорее всего, она не знала истинного назначения дольменов и просто приспособила их для своих ритуальных целей. Эти ритуалы проводятся до сих пор. Адыгея, долина реки Белая. Там находятся древние мегалитические сооружения – дольмены. Местные жители в этой долине не селятся. Говорят, она принадлежит древним духам. Но недавно здесь началось строительство. Москвичи организовали в долине эко-поселения. Когда мы строили дом, первый наш дом в эко-поселении, то когда копали землю, мы нашли очень много всяких черепушек глиняных. И, видимо, здесь жили люди. С первого же дня здесь начали происходить необъяснимые вещи. По вечерам над полем в одном и том же месте появляется мерцающее свечение. Белого-глубого цвета свечение было довольно яркое. Такое ощущение, что за сопкой находился какой-то объект типа прожектора что ли. Очень хорошо излучал свет. Хотя в той стороне нету ни цивилизации, ни дорог, ни каких-то объектов, ни поселений. Чтобы найти источник аномалии обследовали всю долину. Оказалось, что в ста метрах от поселения множество дольменов. Лагерь был окружен ими со всех сторон. Да, знали. Знали и знали, что они и в этих местах находятся просто. Но то, что конкретно находится вот прям рядом у нас, мы не знали. вот. И когда нашли их, ну, просто вначале посмотрели аккуратно, осторожно и ушли. Потом, через какое-то время, захотелось пообщаться. У жителей Адыгеи существует предание о древних жрецах, которые перед смертью уходили в дольмены. Этот жестокий по меркам современного человека ритуал позволял совершить переход в потусторонний мир. Человек, уходящий в дольмен, он уходил туда живым и находился там в состоянии самати, медитации, да, глубоко погруженного состояния. Он сохранял свой дух, свою энергию, свои знания, которые могли быть доступны его соплеменникам. Это как раз происходило на каждом дольменном ритуале. Когда они приходили и собирались на определенный момент, открывали эту пробку и выходящий оттуда дух начинал с ними общаться. Он давал им новые знания, он давал им необходимые им информации, ответы на вопросы, давал им силу, энергию, направление, что будет в том мире. Именно с духом жреца, закрытого в дольмене, и удалось пообщаться Наталье по родне. Она хотела узнать, что было в этой долине раньше. Дольмен, он как такой информационный портал с миром предков. То есть можно получить информацию от наших предков определенную. Согласно шаманским традициям, в дар духам предков надо приносить белую пищу. Наталья отправилась к дольмену на рассвете, взяв с собой свежий хлеб, молоко и сыр. Я пришла, зажгла свечу, поставила по центру дольмена, разложила еду. Вначале просто была тишина. потом через какое-то время я почувствовала потоки, которые идут от земли. И я спросила внутри, спросила вот кто здесь жил, чтобы мне показали. И что было раньше на этом месте. От дольмены исходило неяркое мерцающее сияние. Затем по телу Натальи прошла сильная дрожь, а перед глазами стали появляться яркие цветные образы. Я увидела картину, что здесь поля засеянные пшеницей и рожью. И ходят люди, их обрабатывают. Люди были одеты в льняные белые одежды. Ну такие простые достаточно одежды. И вдалеке какие-то еще строения были там, но это уже было немного смутно. показали, дали понять, что вот здесь жили люди и что они делали. Такая информация. Наталья заглянула в далекое прошлое и увидела цивилизацию, которая построила Дальмены. Дальмены использовали для проведения так называемого ритуала перехода, считают специалисты. Его конструкция позволяет сохранить информацию. это своеобразный банк данных древней цивилизации. Они нуждались в сохранении того здания, которым они владели. Для этого они должны были особых людей, жрецов высшей касты изолировать от тех условий, в которых они оказались. Для этого возник этот ритуал. по их верованиям переход в мир мертвых и возрождение в этом мире на новом уровне происходило через среду, которая называется камень. Через камень это проходило. Кристаллическая решетка кремния является универсальной матрицей для записи информации. Кремний еще и идеальный полупроводник. Его используют в радиотехнике. В сердце любого компьютера тоже микроскопические кристаллы кремния, на которых хранится информация. Дело в том, что камень он генератор и передатчик энергии. Мы в данном случае видим что? Мы видим силициуму-2 окись кремния. Если брать современную цивилизацию, то что? Кто работает с силициуму-2? Это компьютеры. Кластеры компьютеров силициуму-2. Для чего они там? Да для того, чтобы генерировать энергию и информацию и работать по определенным программам. Дальмены так же, как и египетские пирамиды были высокотехнологичными механизмами. Они не только хранили информацию, но и передавали ее в далекие внеземные пространства. Поэтому, когда задумываешься, что же это такое, как бы сразу находится ответ, что это в принципе очень древние компьютеры. они генерировали энергию и генерировали информацию. И работали с этими компьютерами те люди, которые создавали. Но я думаю, что это, конечно, были в первую очередь жрецы, потому что что такое жрец? Это ведун, человек, который знает больше, чем другие, который знает, как работать с мегалитической культурой, и который, естественно, поскольку знает, как работать, мог выполнять какие-то определенные задачи. На многих дольменах сохранились ритуальные знаки, которые говорят о назначении дольмена. Например, на фасадной стороне часто выбито изображение ворот. В древних рукописях это знак перехода в параллельные миры. После гибели цивилизации атлантов дольмены не утратили свое предназначение. Знания древних каким-то образом были переданы шаманам первобытных народов. Со второго века нашей эры у дольменов стали проводить шаманские ритуалы. Во время сеанса камлания шаман проползал через округлое входное отверстие, вытянув руки вперед в камеру дольмена. Его помощники закрывали его огромной массивной каменной пробкой и шаман оказывался в условиях искусственной сенсорной изоляции. Изоляции от света, звука и тактильных ощущений. Это помогало ему успокоить свое сознание, мозг. Он настраивался на потоках внутренней энергии, текущей по его организму и входил в состояние транса. Шаманы в дольменах тоже получали информацию. Считалось, что они там общаются с духами предков и богами, но скорее всего на связь выходили внеземные цивилизации. В путешествиях по иным мирам шаману помогали духи-помощники. Обычно это был олень. Также свой бубен, в который бил шаман, шаман часто тоже отождествлял с оленем. Иногда говорил, что он совершая удары в бубен летит на своем морали, на своем олене. Шаманизм можно назвать самой древней религией. Через него прошли практически все народы. На протяжении всего своего существования дольмены связывали нашу планету с внеземными цивилизациями. Сначала их использовала великая працивилизация. Потом шаманы первобытных народов. Сегодня дольмены по-прежнему работают. И есть люди, способные почувствовать космические энергии и устанавливать связь с космосом. Геннадий Данильченко называет себя экспертом по энергоинформационному обмену. С помощью дольменов он поддерживает контакт с представителями внеземных цивилизаций. Каждое утро Геннадий приходит к шапсукскому дольмену, чтобы узнать инопланетные новости. Этот дольмен, по словам Геннадия, настроен на звезду Вега созвездия Лиры. Когда к нему прикладываешь правую руку, значит, сразу идет подключение энергии голубого цвета. Это созвездие Веги. На крышке дольмена изображено созвездие. Оттуда поступает энергоинформационный поток, откуда поступает стол голубого света. Космические энергии может почувствовать каждый. А вот получить информацию, которую посылают на Землю из космоса только экстрасенсы и контактеры. Своё инопланетное имя Геннадий держит в секрете. Он должен выполнить миссию, возложенную на него внеземным разумом. Правда, выбора ему не оставили. Если я от этого откажусь, то меня в течение шести месяцев ждет автомобильная катастрофа, либо меня на мой выбор убивает молния. Геннадий утверждает, что с 99 года инопланетяне предупреждают Земля на вселенской катастрофе. Планету ждет очередное потрясение, а человеческая цивилизация будет стерта с лица Земли, так же, как и цивилизации Атлантов. Но у человечества есть шанс. Конец света может быть как для существования физических тел, а для энергоинформационных сущностей, то есть для наших душ это не есть конец света. Это трансформация просто в другие миры. Не погибнуть, а переместиться в параллельную реальность. Такой выход предлагают нам братья по разуму. Геннадий заявляет, что для землян это не первый опыт перемещения. В новом мире нас ждут прежние жители Земли. В горах Тибета есть люди, которые сохраняются при температуре плюс 4 градуса. Это специальные скажем так, я бы их обозначил живыми биороботами. Если будет необходимость, им будет дана команда, да будет так, и они вступят в действие. Но это не сохраняется на случае экстремальных таких событий. Человечество сможет сделать спасительный шаг с гибнущей планеты, если разгадает секрет дольменов. Дольмены использовались для соединения с разными пространствами. Это совершенно точно. исследователи рассматривают дольмены как сложные технические сооружения, в которых можно отделить сознание от тела и попасть в параллельные миры. То есть, видимо, древние могли создавать эти процессы, и в хрониках записаны многие эти вещи. Единственное, нужно научное оснасление этих вещей. Поэтому то, что дольмены строили как место для дематериализации. аналогичные камеры, но только созданные природой сохранились в Гималаях. Их называют самати-пещеры. В них тело человека способно сохраняться практически вечно. Самати-пещеры используют для медитации монахи религии Бонн. За счет медитации люди могут перейти в бестелесное состояние. Они имеют способность материализоваться и дематериализоваться. Они говорят, вот одни из них говорят, что они умеют превращаться в туман. Другие говорят, они могут превращаться в шар. Монахи, находясь в состоянии глубокой медитации, покидают физические тела и отправляются в параллельные миры. Но при этом они могут вернуться в свое тело. Мы были всего в шести самати-пещерах. И даже нам удавалось видеть в пещерах этих людей, которые находятся в состоянии самоконсервации. Физиологические процессы замедляются, однако физические тела остаются живыми. Они словно законсервированы. В любой момент монахи могут вернуться в собственное тело и вернуть его к жизни в нашем мире. дольмя в адыгейском ауле Калеш сохранился уникальный дольмен. Он стоит во дворе одного из домов. По легендам местных жителей соответственно как бы дольмя не удушали потому, что как бы могло это повлечь какие-то бедствия. На пробке этого дольмя древний символ концентрические круги вписанные один в другой. Точно такие же символы встречаются и в английском Стоунхендже и на израильских кругах духов которые датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Что означает этот знак? Солярный символ круг жизни пиктограмма Бога. По одной из версий это знак предупреждения объект потенциально опасен будьте осторожны. Эти технологические я настаиваю на этом термине сооружения вовсе не ритуальные они не больше прославляют древних богов чем современные доты и бетонные дзоты или какие-то телеграфные будки трансформаторные будки то есть технологические сооружения построенные с определенной целью в определенных точках с определенными какими-то технологическими задачами то есть с ГОСТами с НИПами и прочими общими требованиями Несмотря на кажущееся разнообразие все дольмены действительно построены по единой схеме они являются усилителями низкочастотных волн эти вибрации человек не слышит но ощущает всем телом в эпоху строительства дольменов и пирамид древние китайцы врачи Китая изучают строение тела человека и выясняют что в теле человека есть какие-то энергетические токи выходящие за пределы человеческого организма и продолжающие движение дальше в тех местах где они выходят находятся так называемые акупунктурные точки и если втыкать в них тоненькие кремневые иголочки можно воздействовать влиять на состояние организма человека в дальнейшем древние люди догадались о том что и сама планета устроена подобным образом в центре земли находится раскаленное ядро излучение идущее от этого ядра гасится земной корой но какая-то часть энергии через разлом и все же выходит на поверхность 10 лет назад геологи сопоставили карты положения дольменов и карты тектонических нарушений горного кавказа оказалось что все дольмены построены над геологическими разломами они являются волноводами по которым подается сигнал обо всех землетрясениях которые происходят на земном шаре дольмены являются по сути дела резонаторами вот этих низкочастотных колебаний и в зависимости от геометрической формы пропорции дольмена резонируют усиливают ту или иную акустическую частоту ну как правило это низкий низкий диапазон спектра звукового инфразвука дольмены строились как резонаторы для улавливания и усиления инфразвуковых частот поэтому была у дольменов еще одна и скорее всего самая главная функция это были акустические оборонные комплексы вот такой вид оружия именуется нелетальным и весьма успешно используется например для разгона демонстраций почему бы не предположить что это оружие этот вид воздействия на человека появился вовсе не в 20 веке а гораздо раньше в случае необходимости в камерах дольменов искусственно генерировали особые звуковые частоты затем их усиливали и направленно воздействовали на противника если это такие частоты которые вызывают у человека приступы ничем не контролируемого страха и ужаса и я думаю что вполне правомочное считать что раз эта технология была в широком ходу и была сильно распространена то мы должны иметь примеры и другого использования акустических резонаторов десятки одинаковых отверстий расположены в восточной и западной частях Аскекермен историки называли их зерновыми ямами утверждая что в них древние жители Крыма хранили зерно но конструкция ям позволяет сделать совершенно другой вывод скорее всего перед нами очередное техническое устройство мы можем высказать гипотезу о том что подобные зернохранилища могли служить неким аккумулятором по типу багдадской батарейки плазменной энергии то есть эту плазменную энергию можно было бы использовать для освещения для отопления для связи и эта военная база не единственная Мангоп Багла Чуфут Кале на вершинах Крымских гор и на Черноморском побережье в предгорьях Кавказа и в подземных пещерах Кабардино-Балкарии сохранились десятки мегалитических построек это следы древней цивилизации у нее были совершенно другие технологии которые сильно отличались от наших поэтому человечество до сих пор не разгадало секреты древних мегалитов Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...